Добрый вечер. То, что сейчас началось в Израиле. Пару дней, как это все идет. Будем сейчас анализировать то, что происходит в Израиле. Случайно ли это произошло? На самом деле ли эта атака не сфабрикована ни с кем? Это просто вот началось очень удобно. Или же это такое же проложение договорняка, как в последнем моем видео. Я уже немножечко с юмором, но я вам все показал, как работает. Единственное, в чем я могу ошибиться, в конкретных словах и кто кому первый звонил. Но то, что все происходит для того, чтобы создать кризис и привести в исполнение план нового мирового порядка через хаос, об этом мы уже знаем. Цели таковы. Разрушение экономики, уничтожение количества населения. Сперва это были вот эти вот всякие сиропчики, а потом уже войны. Потом будет проблема с пищей, с питанием, климатические всякие проблемы, созданные искусственно, но сваливаемые на деятельность человека и так далее и тому подобное. Перейдем сейчас к Израилю. Как нам известно, в последний год, начиная с января 2023 года, очень сильно в Израиле были огромные протесты. Иран тут ни при чем вообще. Сейчас объясню почему. Были массовые протесты в Израиле насчет того, что прайм-министр Бенджамин Натаньяу приводил страну к демократическому кризису, хотел поменять систему суда. И вы помните, что на передаче PBS, когда у него было интервью, он объявил, что этими сиропчиками он решил использовать народ Израиля как кролики лабораторные, чтобы показать всему миру, как работают сиропы. То есть он откровенно об этом говорил, вы все знаете, что там очень жесткая система была, и поэтому народ там был очень недовольный тем режимом, то есть системой, которая была, значит, имплементирована в Израиле. Поэтому для того, чтобы остаться у власти, им нужно было что-то срочно сделать. А вот то, что сейчас происходит, это и есть как раз результат этого делания. Почему мы думаем так? Сейчас я вам покажу статью, которая написана, это одна из миллионов статей, значит, журнал называется Intercept, пожалуйста, посмотрите все. И тут четко показывается, со всеми последующими доказательствами, что Хамас организован, спонсирован и выращен самим Израилем. Пожалуйста, генерал Едзак Сегеф, Israeli military governor in Gaza, военный представитель Израиля в Газе, в 80-м году он сказал New York Times журналисту, что они финансировали Хамас для того, чтобы как бы была бы противовес организации ФАТА, чтобы создать конкуренцию освободительной организации в Палестине ФАТА. Фактически это не единственный источник, многие журналисты, в частности, Алекс Джунс, еще в 2003-2004 году говорили, что Хамас создан самим Израилем. Точно так же, как и ИГИЛ, о котором есть видео, где они откровенно признаются, я на своем Телеграме много раз это выкладывал, на Фейсбук не могу, потому что знаете, кто контролирует Фейсбук. И вот, пожалуйста, написано, что израильское правительство давало огромные из бюджета, выделяло деньги для того, чтобы подпитывать Хамас. Пожалуйста, вот на английском здесь написано Israeli government. Вот, пожалуйста, прочтите. И об этом причем говорит Авнер Кохен, бывший представитель религиозных концепций, религиозных каких-то affairs, я не знаю, как на русский это переводится, религиозных доминаций. Короче, представитель религии. И Кохен говорил о том, что именно вот в середине 80-х они стали очень сильно финансировать Хамас. Отсюда делаем вывод, правильно? Если это сделано ими, то это значит постоянно иметь своего песика-собачку, внешнего врага. И когда правительство находится в кризисе, что делает правительство? Оттуда, значит, засылается какой-то конфликт, правительство сразу делается героями. Вы понимаете, что происходит? Сразу зажимает свой народ, а потом затянут гайки на народ, моментально выпустят десятки, сотни законов, которые будут направлены против свобод своих же граждан. Эта методика очень старая, типа для их защиты. К примеру, еще хуже будут шмонать всех израильцев, еще хуже всем все будут проверять и делать, потому что есть атака, есть, в общем, внешний враг. Надо их это самое. Сейчас не время против правительства выходить, сейчас не время против масок бунтовать, сейчас не время о климате думать. Все это ерунда, забудьте. И вот на нас нападают, вот нас режут, вот нам у нас враг, везде армия, везде милитализированная полиция, у вас прав нету, вам все проверяют, везде откройте сумки. Люди с удовольствием сдают свои права. Такой же сценарий, как и был при сентябре 11-го. Моментально сдают люди свои права, люди моментально соглашаются на тиранию, еще большую правительство захватывает себе, еще больше власти, и, как правило, народ находится под крышкой. И что случилось сейчас? По моим наблюдениям уже день-два, как все это продолжается, скажу вам одну интересную вещь. У Палестины нет своих границ. Они охраняются израильскими военными службами, которые высасывали каждый год, высасывают 40 чем-то миллиардов, или 60, не ошибаюсь, миллиардов долларов из бюджета США. У них есть самая последняя техника, начиная даже с самой старой, называется Patriot, когда ни одна ракета, ни одна ракета не может пересечь воздушное пространство в Израиле. Ни одна, это исключено. Это, во-первых. Во-вторых, вопрос, откуда появились так называемые ракеты у Хамаса? Говорят, по каким-то тоннелям. Ребята, давно нам известно, что есть, даже на обычных вертолетах устанавливают установки, with ultraviolet light, которые могут просвечивать дом и показывать, как вы сидите на унитазе, не говоря о каких-то туннелях. Туннель за один или за пять минут не строится. Для того, чтобы построить какие-то туннели, для этого необходимо очень много-много-много времени. И туннель не может быть таким маленьким. Он должен иметь достаточный диаметр, чтобы туда перепихивать, так говорится, ракеты из Ирана, в кавычках. И если кто-то будет верить в то, что там какие-то туннели рылись и никто не знал, на протяжении последних 30 лет, никто не знает, никто ничего не делает. Ракеты каким-то магическим образом появляются, значит, на территории газа и оттуда начинают стрелять безнаказанные, попадать в дома и в разные гражданские объекты, то этим людям, которые так думают, нужно серьезно пересмотреть ход своих мыслей и проверить качество работы своей логики или же, по крайней мере, части, которая отвечает за аналитический мозг. Это обязательно советую этим людям заняться этим. Теперь, почему это получается именно тогда, когда сейчас был конфликт, скорее всего, не конфликт, был сдача земли в Арцахе. Именно сейчас там моменты такие начались уже в Израиле. И очень интересно, что видео, где я уверен практически, что это проплаченная шайка каких-то агентур, которые поймав одного, двух, трех, сколько бы там ни было, солдат, значит, Израиля, они вдруг показывают жестокие кадры. Жестокие кадры. Ну, это примерно то же самое, когда во время Великой Отечественной войны коммунисты переодевались в немцев и сжигали селы под эгидой того, что это немцы, чтобы рожать ненависть. Теперь вот эти жестокие кадры, которые безостановочно циркулируют практически везде, их цель, чтобы оправдать свои, значит, поведение и геноцид по отношению к палестинцам, якобы вот какие они все звери, какие они все жестокие, и на самом деле шибанутые в мозгу, по-арабски разговаривающие, не знаем кто, может быть и арабы, может спецагенты, мы не знаем кто, эти нелюди показывают, значит, изуродованные трупы, жестокие кадры, и потом заходят в какой-то дом, перестреливают вообще невинную семью, что явно говорит о том, что ни в одном освободителем движения, ни в чьих интересах не было бы этого делать, тем более показывать это в социальных сетях, тем более показывать в социальных сетях. Смысла в этом абсолютно никакого не было, если бы это были настоящие борцы за свободу, иначе этого бы не произошло, так как мы все это видим, а некоторые кадры просто стоят профессиональные кадры на штативы и снимают, как бомбы попадают в определенный дом. Исходя вот из всего того, что я перечислил, мы можем уверенно заявить, что это был тоже очередной договорняк, можете даже в этом не сомневаться, это был договорняк, тут даже сомнения были бы просто неуместными, если бы вы сейчас сомневались бы в этом, это значит все, что вы знаете, все, что происходило на этом театре событий за последние 3-4 года, значит, это все будет аннулировано. А если вы так не думаете и понимаете, связь видите между, между и между, тогда можете смело, основываясь на том, что Хамас был финансирован и финансируете Израилем, то, что был правительственный кризис, то, что показываются жестокие видео. И самое интересное, тот, кто живет в Израиле, у меня много подписчиков и друзей, там муха не может пролететь в сторону Израиля, муха. В этот день не было пограничников, на каких-то пикап-траках белых подъехали, заехали прямо в город, зашли, стали расстреливать кого-то, поймали, взяли и ушли. Так не бывает, вы понимаете? Не бывает так, тем более в Израиле, где на каждом углу стоят камеры, которые распознают ваше лицо. Не может такого быть, чтобы ни один грузовик, а несколько заехали с боевиками на территорию Израиля и делали бы все, что они хотят. А потом собираются танки, самолеты, и им хотят дать ответ. И самое интересное, ждите большого геноцида детей, что, оказывается, палестинцы стреляют из школ. Из школ они стреляют. Ну, естественно, израильскому лидеру, в кавычках, марионетке, который эксперименты делал над своим народом, ему придется, конечно же, бомбить школы, потому что, ну, эти люди с буквой Т, они бьют из школ. Хотя любой человек, который хоть немножко разбирается в артиллерии, он вам скажет, что эту огромную установку в школу не поставишь, оно через окно не поместится. У нас есть видео, где эти установки стоят открыто, спокойно и стреляют. Эти видео сняты на поле к действию прямо со места происшествий. Так что из школ никто не стреляет. И это будет оправданием, предупреждаю, будут уничтожены очень много невинных людей, в частности детей, чем Израиль занимается уже несколько сотен лет. Они сейчас ударили по Ливану и пойдет и поедет. Два варианта есть, два предложения, что или они разворачивают фронт действий, куда все будет связано с Арменией, с коридором, вообще со всем этим регионом, Ливан, Миван, Иран. Хотя Иран непонятную роль какую-то там играет непонятно. Они тоже намордники одевали, им деньги дал Байден недавно с Ираном. Я разобраться пока что не могу. Поэтому, как вы понимаете, я насчет Ирана передачи особо никакие не делаю. Но то, что по факту они, да, еще проверяли вот это emergency, аварийный сигнал на телефонах, и то, что грозятся друг другом всякими атомными бомбами, всякими делами, вероятнее всего, они замутят Третью мировую войну. Это очень вероятно. Может и нет. Я не могу утверждать. Я только утверждаю то, что мы можем доказать, увидеть и проверить. Это явно то, что сейчас происходит между Газой и Израилем. Это стопроцентный договорняк, стопроцентно сфабриковано, потому что уже известно всем давно, что Хамас это одна из подразделений спецслужбы Израиля, а не настоящая освободительная какая-то там бригада, как ФАТА, например, мы сказали, да. Поэтому ждите очень интересных событий. Во что это перелется, трудно сказать. Есть предположение, что оттуда начнут израильтяне убегать, куда-то заселяться на Украину, может быть, в Арцах. Тоже очень возможно. Зная этническое происхождение Эрдогана, я из американского биографического документального фильма выложил, просто выложил конкретно видео, не пропагандистское, не делающее акцент на его этническом происхождении, а просто описывающий жилл происхождения Эрдогана. Оказывается, он тоже из этой маленькой нации, которой поменяли религию. И там же еще есть видеоинтервью, где у Эрдогана спрашивают, а говорят, что вы не турк, он не сказал, что я турк, он сказал, это не важно, важно то, что я истинный мусульманин, вот самое важное вот это. Короче, идет уничтожение людей, сокращение населения, и я хочу, чтобы все люди, хотя бы израильцы, у которых есть мозги, это очень важно, проснулись и поняли бы, что идет полный, полный договорняк. Это то, чего, в принципе, что делалось давно, еще в 47-м году, когда они переоделись в арабов и взорвали гостиницу Кинг Дэвид, об этом они признаются. Это мастера, значит, переодеваться и выставлять себя за кого-то. Список очень долгий, чем они заняты, и как они это делают. Так что можете не сомневаться, что то, что сейчас сделано, это не какая-то борьба палестинцев против Израиля, нет. Это, опять-таки, искусственный сценарий сфабрикованной войны, в результате которой, к сожалению, пострадает очень много гражданского населения. Ну, что ж поделать, мы знаем, что для глобалистов мы ничего не значим. Поэтому я прошу, чтобы все оставались в трезвом рассудке и понимали бы, что это все большое проложение договорников. Это, опять, проложение тех же договорников. Так как все работают на одного и того же хозяина, и у них одна цель привести нас в новый мировой порядок путем хаоса, путем больших контролируемых беспорядков, это факт, в этом может сомневаться только тот человек, который уже никогда не проснется, ему ничего не поможет. Это только для тех людей. Вы, мои дорогие слушатели, которые в курсе всего, что, как и чего, плюс-минус немножко туда-сюда, но вы прекрасно знаете, что это происходит. Видимо, эта война свяжет в цепочку остальные события, связанные, естественно, связанные с ситуацией с Арменией, на границах с Ираном, Ливан и т.д. и т.п. Очень интересная сейчас идет эпоха самых активных, неприятных, бесчеловечных событий, которые устроили люди под названием глобалисты. Это план вот этих маленьких человечков с маленького места. И я просто вам могу сказать, что наше единственное спасение, и то относительное, если мы будем распространять информацию, не брать никакие стороны, кроме сторон невинных гражданских людей. Как я думаю, что многие из вас душой и сердцем поддерживают и русских, и украинцев, наших арцахцев, да и вообще всех, на кого сейчас идет нападение. Европа заселена эмигрантами, Европа полностью находится под атакой. В Германии из всех стран на правительственном здании был большой голубой разукрашенный в израильские цвета флаг со старым Давида. Это больше смотрелось не как поддержка Израилю, а как штамп на правительственном здании. В середине был стар Давида о том, что это наша страна. Вы подчиняетесь нам. Это не секрет, мы все это знаем, мы все это понимаем. И на прощание мне захотелось бы в конце моего ролика немножечко наглядно показать, просто наглядно вам показать, как это все происходит, чтобы еще раз визуализировали то, о чем я говорю, как это происходит. Юмор, как я сделал в моем предыдущем ролике, я считаю, что это очень хорошо работает. Юмор нам необходим. И серьезный ролик может людям не помочь, но если идет разговор о том, что довестись с сарказмом, то улыбка вызывает у людей согласие на подсознательном уровне. Люди воспринимают информацию через сарказм и юмор очень сильно. Пример тому был Джордж Карлин, Аркадий Райкин, которым в серьез не дали бы говорить о очень серьезных темах, о которых с юмором очень глубоко и серьезно они описывали. И то, что произошло в Израиле, можно показать одним словом вот так. Ало, шалом, шалом. Хохешеш, хохешеш, лахешеш, хохоша. Хабиби. Эй, шукран, хабиби. Лахтар, хамби, аллахал, 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 шахмала, хайя. Да, Хамас. Ага, Хамас. No problem, my friend. No problem. Эй, Аллаху Акбар. Субтитры создавал DimaTorzok